В социальных объектах Самары возобновили подачу тепла. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании в администрации города. В Самаре назначили первого заместителя главы города. Пост заняла Елена Атанова, ранее возглавлявшая МАУ Самарская набережная. В Самарской школе номер 29 проверили качество питания детей после жалоб в интернете. Каким выводом пришли? Самый важный и светлый праздник в истории страны. В областной столице 9 мая провели парад победы. Губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание с главами городов и районов региона. Среди основных вопросов – подключение отопления в связи с наступившим похолоданием. К полудню понедельника подключили 28% социальных объектов региона. Работа активно продолжается. Дмитрий Азаров поручил главу муниципалитетов быть в контакте с министрами, проверить нормативные температуры в помещениях. Губернатор обратил внимание участников оперативного совещания на необходимость четкой отработки вопросов, связанных с оказанием помощи гражданам, пострадавшим из-за паводка. Зима в начале мая внесла коррективы в привычный распорядок работы коммунальных служб. Из-за неблагоприятных погодных условий перенесены сроки текущего ремонта тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Это сделано, чтобы в холодное время обеспечить бесперебойную подачу горячей воды в дома самарцев. Ремонт возобновится, когда потеплеет. О новых сроках энергокомпания проинформирует заранее. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной ситуацию с отоплением обсудили и на совещании в городской администрации. В отдельных учреждениях города по поручению главы города возобновили отопительный сезон. Где батареи снова потеплеют, расскажут в нашем сюжете. Из-за неблагоприятных погодных условий власти Самары приняли решение возобновить подачу тепла в учреждения социальной сферы. Вопрос решили оставить на усмотрение самих организаций. Тепло подается по заявкам. На еженедельном совещании в мэрии, которое провела глава города Елена Лапушкина, руководители профильных ведомств отчитались о ходе подключения учреждений к теплу. Из 793 объектов, которым принадлежат здравоохранение, опеки детским садам и школам, в настоящий момент по заявкам включено 170, то есть 21%. Остальные пока отказываются. По словам руководителя департамента образования, к утру понедельника батареи стали теплыми почти во всех детских садах города. Большинство детских садов подключены у нас. Школы по-разному реагируют. Говорят, что слишком тепло будет перед тем, поэтому многие отказываются. А детские сады все подключаются. По прогнозу, эта неделя еще будет холодной. Днем ожидается 12-15 градусов. В ночное время температура опустится до 3 градусов. Сохранится северный ветер. Уже к выходным ожидается потепление. Галина Топилина, Николай Епифанов. События. В Самарской школе номер 29 провели проверку качества питания в столовой. В ней приняли участие представители городского департамента образования, родительской общественности, комбината, который оказывает услуги по организации питания в образовательном учреждении, и член общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский. На проверки побывала и наша съемочная группа. Департамент образования Самары организовал внеплановую проверку соблюдения требований к питанию учеников в школе номер 29. Ее решили провести после получения жалобы в интернете на качество еды в учебном заведении. В проверке приняли участие представители департамента образования, комбината, оказывающего услуги учебному заведению, родительской общественности и член общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский. Я не удержался у ребятишек, спросил по поводу качества питания. Получил очень интересный ответ. Они сказали – хорошее и приемлемое. Соответственно, нами проверена пищевая зона. Мы это сделали до того, когда наши повара приступили к готовке. Здесь стоит современное оборудование. Это видно, собственно говоря, ну и невооруженным глазом. Второе. По документам мы увидели, что буквально очень короткое время назад здесь проводилась плановая проверка Роспотребнадзора. Павел Покровский предложил родителям ученика, опубликовавшего жалобу, стать представителями родительского комитета. Каждый месяц они будут участвовать в проверке качества блюд и согласовывать меню. Вполне сытно, вкусно. Температура приемлема. Да, то есть не горячая, не холодная. Такая температура, когда ребенок может спокойно начать кушать, не ждать сидеть. Проверки со стороны уполномоченных структур школа проходит регулярно. Повара готовят еду, пока школьники на уроках. И каждую перемену на столах свежие блюда. Ребята питаются 100%. У нас очень высокий показатель питания по школе. Имеется свободный выбор. Это на случай, если нужно заменить, например, ребенок въезд или есть какие-то противопоказания. Есть особое меню для детей, у которых есть заболевания по заявлению родителей. То есть для них готовятся отдельно. По графику ребята питаются на переменах, которые по времени 20-минутные. Этого времени достаточно для получения пищи. Нарушений при проверке соблюдения требований к организации питания в школе номер 29 не обнаружили. Все соответствует нормам СанПИН. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Первым заместителем главы города назначена Елена Атанова. Она будет курировать экономику и финансы, строительство и социальный блок. Нового зама представила коллегам глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном совещании в мэрии. Первый вице-мэр Елена Атанова родилась в Куйбышеве, получила три высших образования. Имеет большой опыт государственной службы, занимала руководящие должности в региональном министерстве строительства. Работала и за пределами Самарской губернии, в Московской области и Республике Крым. С ноября 2023 года возглавляла муниципальное учреждение «Самарская набережная». Елена Владимировна человек для администрации города не новый, достаточно долго поработал в департаменте города строительства, работал в министерстве строительства Самарской области. Елена Владимировна, я вам желаю успехов, убеждена, что у вас все получится, поручаю удостоверение и добро пожаловать. В Самаре продолжается работа по оформлению гостевых маршрутов, приведение рекламных конструкций и вывесок к единообразию – одно из направлений. На еженедельном совещании в мэрии главы внутригородских районов отчитались о том, как происходит взаимодействие с владельцами объектов потребительского рынка и крупных торговых центров по приведению в порядок рекламных вывесок на фасадах. Подробности в нашем сюжете. Привести гостевые маршруты к единому стилю, убрать излишнюю и незаконную рекламу, упорядочить размещение вывесок, сделать косметический ремонт фасадов на объектах потребительского рынка. Глава города Елена Лапушкина поручила главам районов активизировать работу с владельцами крупных торговых центров. Единый стиль наружной рекламы определен дизайн-кодом и утвержден главным архитектором города. Главы районов рассказали о том, какая работа уже проведена в данном направлении на вверенных им территориях. 68 объектов торговых центров, которые рекомендовано оформить свои объекты согласно дизайн-коду. 25 из них находятся в гостевых маршрутах. На следующей неделе, в соответствии с нашими рекомендациями, коллеги должны нам представить свои варианты и свои предложения, согласованные по оформлению фасадов. По словам главы города, незаконной и несогласованной рекламы на фасадах торговых центров быть не должно. Всего в этом и прошлом году в городе демонтировали более 50 рекламных конструкций на фасадах торговых центров. В планах на этот год еще порядка 40. Оформление туристических маршрутов в городе ведется и по другим направлениям. По информации администрации, в этом году в Ленинском районе запланированы работы по благоустройству пяти проходных дворовых территорий. Комплексный ремонт двух внутридворовых проездов, а также приведение в порядок ограждений автостоянок. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других темах дня. Материнский капитал будут выдавать по новым правилам. Их уточнили в Министерстве труда. Корректировки касаются требований к кандидатам на получение выплат. Формулировку «имеющие гражданство Российской Федерации применительно к детям» изменили на «приобретшие гражданство по рождению». А формулировку «граждане Российской Федерации применительно к родителям» переделали на «лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка». Тем временем число россиянок репродуктивного возраста в ближайшие годы будет снижаться. Это продлится как минимум до 2028 года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, необходимо выработать ряд мер, чтобы переломить современные установки по рождению первых детей в более позднем возрасте. Поэтому в нацпроект «Семья» войдет новая программа по охране материнства и репродуктивного здоровья. Напомним, что на поддержку многодетных семей в этом году направят 95 миллиардов рублей. Самарские ученые создали компактное устройство для наблюдения за поверхностью Земли — гиперспектрометр. Прибор успешно протестировали в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева. Разработка может использоваться для экологического мониторинга, контроля за состоянием лесов и сельскохозяйственных угодий. Изобретение удешевит и упростит системы, которые сканируют Землю из космоса. Россияне неохотно обращаются к врачам. Это выяснили аналитики в ходе опроса. 64% опрошенных приходят в медучреждения только после возникновения серьезных проблем со здоровьем. Чаще всего россияне обращаются к стоматологам, терапевтам, гастроэнтерологам, лорам, хирургам и дерматологам. Опрос также показал, что треть респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят. 19% при острой боли. 14% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. Лишь 13% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики. Самым популярным направлением для путешествий россиян на майские праздники оказалась Турция. Длинные выходные там провели 57% отдохнувших граждан. На втором месте Египет, на третьем – Россия. В топ-5 самых популярных направлений попали Арабские Эмираты и Таиланд. В целом в путешествия на майские праздники в этом году отправились в полтора раза больше россиян, чем в прошлом году. Самым дорогим направлением вновь оказались Эмираты. Стоимость среднего чека составила 245 тысяч рублей. Самый важный, долгожданный и светлый праздник в истории страны встретили в Самаре – 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции в этот день на площади Куйбышево прошел военный парад. В нем приняли участие соединения и воинские части 2-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии. Сотрудники правоохранительных органов, курсанты, кадеты, юнормейцы. Как это было, расскажем в нашем сюжете. Самые важные гости каждого военного парада в честь победы в Великой Отечественной войне – это свидетели того знаменательного дня. Мануверя Файзулина встретила его на территории Венгрии, где она продолжала оказывать медицинскую помощь в составе девичьего полка. Сразу после радостной новости девушек отправили домой. А рядом с героями прошлого века – герои века нынешнего, те, кто сегодня защищает родину от нацизма. Один из них – Вадим Перфилов, который впервые оказался на одной трибуне с участниками Великой Отечественной войны. Признается, что очень взволнован такой оказанной честью. Перед началом парада губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и бойцами СВО, а затем поздравил всех гостей с праздником. Мы всегда будем помнить, какой неимоверной ценой досталась Великая Победа. Никому и никогда не позволим опорочить священный подвиг нашего народа – народа-труженика, народа-победителя. Открывал аппарат по традиции знаменная группа, которая вынесла государственный флаг России и Знамя Победы – официальную копию боевого полотнища, который был поднят над Рейхстагом. А маршем по площади Куйбышева прошли парадные расчеты соединений и воинских частей 2-й гвардейской армии, 91-й Келецкой орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады управления, 105-й отдельный орденов Красной Звезды и Кутузова третьей степени, бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа, а также парадные расчеты Приволжского-Уральского соединения противовоздушной обороны воздушно-космических сил. МВД, МЧС, ВСИН, курсанты военных кафедр, самарских университетов, кадеты и юнормейцы. Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Евгений Гуфраев, а принимал исполняющий обязанности командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Александр Липатов. Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Затем вышла колонна современной техники. Впервые на марше была представлена колесная бронированная машина последнего поколения ВПК «Спартак», стоящая на вооружении мотострелкового соединения Центрального военного округа. Также на площадь вышли исторические машины, мотоциклы, легендарные полуторки, ЗИСы, Виллисы, Доджи и Форды. На некоторых автомобилях до сих пор остались повреждения от пуль и снарядов, полученных во время Великой Отечественной войны. А затем на площадь вышел Большой областной сводный хор в сопровождении комитета жен и матерей воинов Отечества. В завершении парада на экранах на площади Куйбышева показали прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина с военного парада на Красной площади в Москве. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. После парада Победы губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции, членами их семей, представителями органов власти, общественных организаций и объединений возложили венки и цветы Игорь Ильефу, скорбящей матери Родине, на площади Славы. Будто по расписанию. Как только закончился парад Победы, небо словно присоединилось к памятной церемонии в честь погибших защитников Отечества и оплакивало их мокрым снегом с дождем. Затем состоялось и само торжественное возложение цветов к вечному огню. Отдали дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость страны, сражаясь с врагом во время Великой Отечественной войны, губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Ветераны, участники специальной военной операции, члены их семей, представители органов власти, общественных организаций и объединений. Все они почтили погибших минутой молчания. В каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. В каждой семье есть свои герои, и это нас всех объединяет. И, конечно, сохранить эту память, передать с поколения в поколение, сохранить на века, чтобы никто не мог оболгать, никто не мог исказить, крайне важно. Возложили цветы к мемориалу в этот день и неравнодушные жители города. А после церемонии они смогли стать посетителями выставки, где были представлены различные предметы, найденные при поисковых работах на полях сражений Великой Отечественной войны. Андрей Горгуленко, Николай Апифанов. События. Гуманитарный груз отправился из Самары в Луганскую Народную Республику. В нем детская одежда, игрушки, сладости, а также моющие средства и стиральный порошок. Все это будет передано детскому дому. Подробности далее. К самарцам за помощью обратились руководители детского дома, находящегося в Луганской Народной Республике. Они попросили прислать детям постельное белье, одежду, игрушки и лакомства. Мы скинули объявления на нашем сайте. Вы знаете, в течение буквально трех дней мы собрали полный камаз, где у нас и игрушки, и одежда, и конфеты. В общем, все самое необходимое для наших деток. Откликнулись все и неравнодушные жители региона, и общественная палата Самарской области. Это очень грамотно сформированный заказ. Мы понимаем, насколько это важно. И внутри находятся те именно заказы, которые ребята и попросили. Это и одеяло, это и спальная принадлежность, потому что лето впереди, и, очевидно, это будет режим оздоровления. И, конечно, мне очень приятно, что наша нотариальная палата, Галина Юрьевна Николаева, в первую очередь ей благодарность. Конечно, торгово-промышленная палата. Не остался в стороне и бизнес. Завод бытовой химии предоставил для отправки полтонны стирального порошка, а налоговая инспекция Самарской области – запас шампуни. Виктория Шара и Игорь Казановский. События. Почтить память погибших и вспомнить о великом подвиге народа. Для ветеранов Самары прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Его провели в рамках проекта «Клуб семей военнослужащих. Свои». Подробности расскажет Полина Челюкова. Альберт Мендяров – участник СВО. Он пошел на фронт по примеру отца – Азата Мендярова, который участвовал в Чеченской войне. Рассказывает, что когда настало время защищать Родину, не смог остаться в стороне. Сегодня Мендяровы посетили праздничный концерт, посвященный Дню Победы в рамках «Клуба семей участников военнослужащих. СВОИ». Решил пойти добровольцем, так как наши ребята там. Я заднего не включил, пошел вперед только. И пойдем только вперед. Я поэтому и горжусь ним. Молодец. Клуб «Семей военнослужащих. СВОИ» открылся спустя два месяца после начала специальной военной операции. В рамках этого проекта у участников боевых действий и их семей появилась возможность объединиться. Ведь у каждого из них есть то, о чем хочется рассказать, спросить совета или помощи. В клубе оказывают психологическую помощь, для детей проводят мастер-классы. С момента создания клуба у нас уже многие подружились и уже дружат с семьями. Поэтому они уже приходят не по одному там на некоторые мероприятия, уже приходят по пять, по шесть человек. Ну, будем так сказать, мы их объединили. Сейчас они друг другу помогают. Ну, лишний раз подскажут, лишний раз помогут, лишний раз куда-то вместе сходят, проведут время. Встречаемся, общаемся, делимся опытом, мнениями. На праздничном концерте сегодня присутствовали участники боевых действий в Чечне, представители ветеранских организаций, волонтеры молодой гвардии. Полина Чулякова, Григорий Плешаков, События. Соревнования по спортивному метанию ножей прошли в Самаре. Они были приурочены к 9 мая, а также посвящены гвардии лейтенанту Артуру Кузнецову, погибшему в СВО. Среди участников люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны спецоперации. Подробности далее. Юрий Лобанов, ветеран СВО, в 22-м году был тяжело ранен, лишился ноги. В качестве реабилитации ему посоветовали заняться метанием ножей. Спорт Юрия заинтересовал, сейчас он чемпион всероссийских соревнований, абсолютный чемпион Самары и Самарской области. И один из организаторов соревнований, которые были приурочены к 9 мая и посвящены гвардии лейтенанту Артуру Кузнецову, погибшему на СВО. Он воевал по контракту с самого начала спецоперации, а в феврале 24-го года попал под арт-обстрел. Я его сам лично знал, он был моим солдатом. В 2015 году он пришел на контракт в знаменитую 15-ю бригаду, сейчас я называю «черные гусары». Он был старшим стрелком и дослужился до командира роты. Погиб, к сожалению. Очень хороший, душевный человек, друг, товарищ, никогда не бросал в беде. В качестве почетных гостей присутствовали вдова и дети погибшего 13-летний Дмитрий и 3-летний Аделина. Я горжусь своим мужем, он отдал жизнь за наше светлое будущее, ушел героем. И для нашей семьи очень важно, чтобы его поступки помнили и чтили, ведь пока мы помним, он жив в наших сердцах, и это очень ценно. Перед участниками соревнований стояла задача набрать как можно больше баллов. Каждый смог сделать 30 бросков. Сегодня мы сделали очень сложные такие условия, называется как бы «тропа победы». И здесь нужно метать каждый нож с разной дистанции, что, конечно же, сразу усложняет. Потому что все-таки ты привык с одной дистанции, уже бросок, уже подготовленный такой, а это каждый раз нужно дистанцию поменять. Среди участников соревнований люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны спецоперации. По словам организаторов, занятия спортом помогают в их реабилитации. Недавно из Рязани команда привезла 10 золотых, 6 бронзовых и 6 серебряных медалей. В июле они поборются за победу на всероссийских соревнованиях среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, которые пройдут в Самаре. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Мошенники регулярно разрабатывают новые уловки для обмана граждан. В последнее время часто используют схему, направленную на руководящий состав компании. Злоумышленник подделывает аккаунт топ-менеджера и пишет коллегам, что им скоро позвонят из госорганов. И когда это случится, необходимо действовать по инструкции, которую даст собеседник. Если обычно аферисты пытаются выманить деньги, то в этом случае могут запросить секретную информацию о компании. Чтобы не попасться на уловку, ставьте под сомнение любые сообщения и звонки от неизвестных контактов. Настройте конфиденциальность в мессенджерах. Ограничьте видимость последней активности, номера телефона, фотографии, профиля и других сведений, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация, напоминает телеграм-канал Кировского района. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. 13 мая в России отмечается День Черноморского флота. Праздник был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года. Черноморский флот России – это оперативно-стратегическое объединение военно-морского флота. Как составная часть ВМФ страны, он является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. Администрация Красноглинского района поздравляет военнослужащих и ветеранов флота с праздником. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok